приветствую вас давайте разберем ваш вопрос как перебороть страх в интимном плане был неудачный опыт после него мои мысли о боязни вступить в новые отношения когда думаю у меня возникает блокировка и состояние страх как будто мое тело используют как перебороть этот страх смотрите здесь ввиду того что тема тема сама тема представляется мне достаточно деликатной что ввиду этого в первую очередь нужно чтобы вы прошили все свои чувства по этому поводу вот поэтому по этой ситуации чтобы вас это не болело это первое второе речь идет о том что в отношениях как в принципе и везде очень важен контекст понимаете да контекст о чем идет речь то есть вот что такое контекст контекст это условно говоря факт факт наличие для вас у вас определенной нацеленности определенной направленности в отношениях то есть о чем мы здесь говорим мы здесь говорим о том на что вы нацелены в отношениях нацелены ли вы нацелены ли вы например на допустим самого человека в отношениях или вы нацелены больше на то чтобы вот как-то что-то кому-то доказать например да то есть вот такая история здесь важно принимаете ли вы во внимание допустим контекст взаимоотношения с человеком да что вас связывает с человеком с которым вы вот ну с которым вы в отношениях находились это все очень важный момент потому что если если контексту этому вы значение уделяете немного то само собой вы будете центрироваться на другом опыте вот вот вы говорите например о том что вы боитесь что вас будут использовать и вообще-то говоря это вполне нормальная реакция если с человеком с человеком вас вас связывает только вот ну например только какая-то интимная история допустим да вот и напротив если вас с человеком связывается что то еще ну помимо а интимных отношений, допустим, как вариант, то тут уже совсем другой контекст. Ну, в этом случае имею в виду. Совсем другой контекст и совсем другая история. И вот с этим моментом, как мне кажется, нужно разобраться вам, в первую очередь. Понимаете, да? Вокруг чего вы выстраиваете отношения с людьми? Секс, конечно, важен в отношениях, вне всякого сомнения. Но хочется сказать, что все же он не является чем-то главным. То есть хочется сказать, что секс в отношениях хоть и представляется важной, такой достаточно значимый, достаточно значимым элементом, суть не является главным. Потому что главным не является никакая сфера. Все сферы важны в отношениях. И если, если в какой-то сфере мы уделяем внимание больше, да, то начинаются перегибы. Начинаются перекосы. Начинаются сложности, проблемы и так далее. И это можно и нужно решать. Вопрос, конечно, заключается только в том, хотите ли вы этого. Да? То есть хотите ли вы это решать? Хотите ли вы этим заниматься в целом? Потому что одно дело, если да, другое дело, если нет. Вот. Безусловно, я вам сочувствую. Безусловно, я сочувствую вам, что вы вот в такой ситуации оказались. Мне очень жаль, что вы оказались в такой ситуации. Мне очень жаль, что вам вот пришлось, а может быть и приходится это переживать до сих пор. Мне очень жаль. Хорошая новость заключается в том, что это можно изменить. Хорошая новость заключается в том, что это можно исправить. Но для этого вам, наверное, всё-таки можно говорить о том, что необходимо меняться. необходимо меняться, меняться самой. Возможно, менять окружение, которое находится вокруг вас. Потому что кто знает, может быть, вы человек одних ценностей, а общаетесь и взаимодействуете, условно говоря, с людьми других ценностей, которые вам не подходят. Вот. Может ли такое быть легко? Такое случается, к сожалению, довольно часто. Поэтому вот с этими всеми вещами вам, как мне кажется, и нужно работать. Взаимодействовать. Да? Ну вот. Чтобы иметь больше контроля. над своей жизнью. Например. Да? Чтобы больше, лучше контролировать свою жизнь. Ну вот. Потому что сейчас вы её не контролируете. Сейчас всё как будто бы вообще от вас не зависит. Но вообще-то, как вы правильно заметили, что ваше тело не должны использовать. То есть, вы распоряжаетесь сами тем, как вам пользоваться своим телом. Только вы. И никто больше. Вот. Понимаете, да? Какая история. И это вот очень такой важный момент. Я думаю. Я думаю. Я думаю. Я думаю. Что. В купе. Насчёт с. Ну вот. Знаете как. В купе с. Изменением. Подхода. Контекста отношений. Вот. Я думаю. Что вам будет гораздо легче. Взаимодействовать. Значит. С людьми. Вот. И. Конечно же. Конечно же. Полностью. 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 Страх ваш не уйдёт. Ну. Наверное. И. Не нужно. Чтобы. Полностью. Ваш страх уходил. Потому что. Вообще-то. Здоровое опасение. А. Ну. По поводу. Того. Что вас. Могут. Использовать. Это скорее хорошо. Вот. Именно. Ну. Именно. Вот. Что называется. Такое здоровое. Здоровое опасение. Да. Вот. Ничего плохого. В здоровом опасении нет ничего плохого. Только вопрос. Заключается в том. Здоровое ли это опасение. На самом деле. Или оно вас. Больше. Как-то вот. Тянет назад. Да. Больше. Мучает. Условно говоря. Поэтому. С этим. Тоже. Нужно разобраться. А. На мой взгляд. Желательно разобраться еще и с тем. Чего вы хотели бы для человека. И хотели бы вы вообще для него чего-то. То есть кто знает. Может быть вы и не хотели бы ничего для него изначально. То есть кто знает. Может быть. Речь идет о чем. О том, что изначально вы для человека не испытывали к нему. А. Вот. Ну. Чего-то такого. Прямо. Теплого. Например. Но. Почему-то. Может быть даже. Против своей воли. Может быть из чувства какого-то страха. А. Вы вступили с ним в отношения. Вот. В том числе интимные. Да. Как бы. Ну вот. Боясь. Например. Условно говоря. Остаться одной. К примеру. А может быть есть еще какие-то вещи. О которых вы. Тут. Не пишите. Вот. Есть еще может быть какая-то подоплека. Этих. 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 Вот. Просто я хотел бы обратить ваше внимание вот на эти вещи, которые мне кажутся очень важными. Понимаете, да? Вот такой ответ я мог бы вам сейчас с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии предоставить. Я очень надеюсь на то, что вам это было интересно, я очень надеюсь на то, что вам это было полезно. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Буду благодарен вам за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам, во-первых, начать работу над собой, это первое, это прям буквально позволит вам начать над собой работу. То есть сформулировать базовые постулаты для психотерапии, чтобы в этом смысле вам было с чего начинать, чтобы вам было от чего отталкиваться, чтобы вы пришли, например, к специалисту уже с каким-то вопросом, да? не просто бороться со страхом, потому что бороться с ним, вы даете ему больше власти над собой, он начинает, ну, проникать во все сферы вашей жизни, влиять на них и так далее. Я не думаю, что, опять же, это то, чего вы хотите. Я думаю, что вы достойны большего, я думаю, что вы хотите-хотите большего. И так далее. И так далее. А со страхом бороться не надо. Потому что он, ну, он нужен страх. Он необходим человеку. Вот. Вот как-то, пожалуй, так. Вы большой молодец, что начали говорить на эту тему. Я думаю, что это было нелегко для вас. Поэтому вы молодец, что рассказали нам, что поделились. Теперь ваша задача выбрать себе психолога и начинать работать. А мы вам с огромным удовольствием в этом поможем. Всего вам самого доброго. Спасибо Вам! Продолжение следует...